В негативных эмоциях есть очень хорошее название. Они негативные. Они негативные не только в отношении каких-то людей или событий, которые вас раздражают, которые вас обидели, которые вас травмировали и так далее. Они, в принципе, негативные. И вы тоже человек. И вы эти чувства испытываете. И они вас травмируют. Вот первое, что нужно сделать в ситуации, когда вы чувствуете, что, ну, как бы вас разрывает, как там, на этих 100 медвежат, ваше раздражение или гнев, или чувство отчаяния и так далее. Первое, что вы должны делать, это понимать, что никому, кроме самих себя, вы таким образом не доставляете урона. Главный урон несете вы сами. Потому что эти эмоции вас разрушают. Они формируют негатив в доме с будущего. Они обесценивают вас в ваших собственных глазах. Они тратят вашу психическую энергию. Они заставляют вас придумывать планы мчения, томчения, какие угодно. И это, конечно, ничего, кроме негативного, вам не приносит. Вопрос, надо ли испытывать сочувствие или как-то пытаться внутренне оправдать события, которые с вами произошли несправедливые, жестокие, неприятные. Вы же гнев не просто так испытываете. Вы же обиду не просто так испытываете. И вот есть какой-то источник этого несчастья и ваших этих горестей. Я думаю, что главное не пытаться искать внутреннего какого-то объяснения происходящего. Надо исходить из конструкции, из установки, что неприятности случаются. Наша жизнь такова, что мы на разных ее этапах будем сталкиваться с разными неприятностями. Они могут быть где-то несправедливые, где-то жестокие, где-то почему со мной так, почему именно я и так далее. Но это все вопросы без ответа. Поэтому самое важное – это просто это дело отпустить и сказать себе – да, бывают очень плохие истории. Да, в эти плохие истории зачастую попадают и хорошие люди. Если бы не попал я, попал бы кто-то другой. Ну, потому что так устроен мир, что в нем есть вот эти события неприятные, плохие. И сейчас их будет все больше, потому что мир становится все более жестоким. Но это только событие. Оно одно из большой череды других жизненных событий. И да, есть вот эти моменты, когда на нас выдается какая-то неприятность. Ну, считайте, что вы, как говорят, в одну воронку дважды не попадают. Считайте, что вы понесли свою часть этого случайного распределения неприятностей. Не пытайтесь это как-то осмыслить. Просто отпустите то, что вам сделало больно. Не пытайтесь не оправдать, не объяснить и так далее. У вас есть ваши эмоции. Ваша задача сделать так, чтобы они были по минимуму негативные. Чтобы вы не пострадали. А то, что, ну, вот эти события так вот на нашу долю падают. Ну, что поделать. Мир такой. Если бы не было испытаний, не было бы подвигов.